На татане начинающие спортсмены, воспитанники Центра Олимпийской Подготовки по дзюдо. Здесь же гости из Уральского, Южного, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, а также дзюдоисты из Казахстана. Впервые турнир посетила и чемпионка Европы Елена Ивашенко. Я приехала не одна, я приехала с нашей омской командой. Поболею за своих, попробую что-то новое в своей технике. И девочки, которые будут не как-то, иногда бывает, на тренировках так расслаблены, или как-то так небрежно относиться, как бы здесь они будут стоять. Если у вас что-то не получится, они будут стоять. А если что-то получится, значит хорошо, значит на правильном пути идем. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов. Это несмотря на то, что турниры под дзюдо сейчас проходят по всей стране. И то, что члены сборной команды приехали на турнир в город Челябинск, на Кубок губернатора Челябинской области уже само за себя говорит о значимости этого мероприятия во всероссийском масштабе для календаря и подготовки сборной команды страны. Соревнования длились два дня. В общем зачете победила наша сборная. Переходящий Кубок губернатора остался в столице Южного Урала. Второй год в подряд поддерживаем дзюдо. Дзюдо, и вот я сегодня наблюдаю картину того, что очень много неравнодушных к этому виду спорта. То есть привлекли достаточно много народу. Люди, молодежь сегодня посвящают этому время. Я считаю, что это развитие культуры спорта, культуры дзюдо на территории Челябинской области. Я считаю, что у нас по Челябинской области показатели очень высокие. Да, и культура дзюдо на сегодняшний день в Челябинске и в Челябинской области находится на высшем уровне. Этой победой наши дзюдоисты еще раз доказали. Южноуральская столица достойна права проведения чемпионата Европы. Напомним, он пройдет в Челябинске в 2012 году.